Родина чемпион. С такими словами, сотни болельщиков встречали кировских хоккеистов в марте 2006 года. 10 лет назад Родина заняла третье место и привезла с чемпионата России бронзу, как тогда говорили, с золотым отливом. С тех пор у родной команды призовых мест не было. В рамках нашей ежедневной рубрики, которая посвящена 20-летнему юбилею Бюро новостей Дайвича, мы предлагаем вспомнить, как победителей в 2006-м встречал практически весь город. Родина чемпион. Так встречает не спортсменов, героев. Первая за 70 лет побед на чемпионате России – это не бронза, это больше, говорят болельщики. Герои? А кто у нас сейчас герои в городе? Я считаю, это чудо. Третье место – это бронза, это с золотым отливом. Спасибо. За полчаса до прибытия поезда перрон полный. День, когда возвращается родная команда, уже не рабочий. Отгулы и прогулы. Вместе со старшими дисциплину нарушают юные фанаты. Саш Шалкеев мечтает стать хоккеистом, таким же успешным, как Вячеслав Бронников или Андрей Мороков. Сегодня у него есть возможность прикоснуться к легендам. Даже с физма офицера сняли его с уроков, что встретит родину. Он с трех лет ходит. 25 градусов мороз, когда за стартом играли, он выставил в три годика все два тайма. Он замечательный болельщик у меня. Каму встречает подвоенные песни. Кто-то шутку называет это событие вторым днем победы. Толпа ликует словно 9 мая 45-го года. Вратарь команды сдерживает натиск. На этот раз не меча, фанатов. Счастлив просто и все. Одно ощущение. Просто счастлив. Молодцы! Молодцы! На бис еще и еще выходит Сергей Шабуров. Ответное слово берет главный тренер Владимир Стариков. Это не команда родина выиграла. Это мы с вами выиграли. В следующем году серебро возьмем, скандируют поклонники. Хоккеисты не против. Вот только без помощи правительства области здесь не обойтись. Команда вышла на высший уровень. Финансовые требования здесь другие. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Благодаря этой медали мы еще раз подчеркнули то, что хоккей с мячом у нас спорт номер один. А к спорту номер один должно быть соответствующее отношение. Мы вышли сейчас на такие вершины, где уже все решают. Не то, что там, а нюансы. Какие это нюансы? Чтобы решать эти нюансы, конечно, нужны средства. И что чем выше команда, тем, ну, как бы это ни, нужен полноценный, полнокровный бюджет. А если чиновники не помогут, верные друзья всегда рядом. Добиваться новых побед для Родины они готовы любым способом, даже на танке. Пока же такой жест только выражение чувств. Признание в любви главной команде города. Анна Новоселова, Антон Копасов, Бюро новостей Давича.